Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики сушильных установок с виброкипящим слоем. Сушильные установки с виброкипящим слоем представляют собой, чаще всего, прямоугольный короб, в котором установлена одна или несколько решеток. Сушильный агент подогретый воздух подается снизу решетки, а высушиваемый продукт подается сверху либо сбоку от решетки. При этом воздух, проходя равномерно и с определенной заранее рассчитанной и установленной скоростью, приводит зернистый материал в состояние псевдоожиженного слоя. В таком состоянии материал высушивается. Одним из недостатков таких сушилок является то, что она потребляет значительное количество электроэнергии во время работы. Сушка во взвешенном слое. Интенсификация сушки пищевых материалов во взвешенном слое объясняется гидродинамикой процесса. Сушка во взвешенном слое осуществляется в аппаратах кипящего, псевдоожиженного и фонтанирующего слоя. Кипящий слой образуется в камере постоянного сечения, фонтанирующий в каналах переменного сечения с постепенным расширением по ходу движения сушильного агента. Взвешенный слой характеризуется непрерывным хаотическим движением и перемешиванием частиц в определенном объеме по высоте. Высоко развитой поверхностью соприкосновение материала с нагретым воздухом, так как при этом в способе сушки каждая частица равномерно омывается потоком нагретого воздуха со всех сторон. Это приводит к равномерному нагреву материала и срыву пограничного слоя испаряющейся влаги, что позволяет применять повышенные температуры нагретого воздуха до 110-180 градусов Цельсия в зависимости от вида материала. В результате значительно сокращается продолжительность сушки, уменьшается воздействие теплоты на продукт, увеличивается удельная нагрузка материала, лучше сохраняются свойства продукта, чем при низкотемпературной сушке в неподвижном слое. Начальная фаза кипящего слоя не обеспечивает движение и полное перемешивание всех частиц, поэтому сушку проводят в развитой стадии кипящего слоя, при котором высота слоя движущихся частиц вдвое превышает начальную высоту неподвижного материала. Режимы фонтанирующего слоя характеризуются начальной фазой фонтанирования при скорости воздуха ВНФ и устойчивым фонтанированием ВУФ. Скорость воздуха для камер с углом конусности 45 градусов, соответствующие условиям начального и устойчивого фонтанирования можно рассчитать по уравнениям, приведенным на слайде. Сушка в виброкипящем слое. Виброкипящий слой образуется либо под воздействием только вибрационных колебаний, либо при совместном воздействии вибрационных колебаний и скорости воздуха. В первом случае теплоподвод осуществляется инфракрасными лучами, либо контактным способом. Второй случай относится к конвективному методу сушки. Рекомендуемые параметры вибрации. Частота от 40 до 60 Гц. Амплитуда от 2 до 10 мм. Сушильные установки виброкипящего слоя компактны, обеспечивают хорошее перемещение, турболизацию пограничного слоя и транспортировку материала. В этих установках отсутствует унос материала. Длительность пребывания материала в сушильной установке регулируют, изменяя высоту порога в конце желоба. Сушилки Р3ОСС применяют для сушки молочного сахара. Сушилки А1КВР12 для сушки круп. Сушилки А1ОГК для сушки казеина. Установки А1ФМУ для сушки меланжа. Установка Р3ОСС для сушки молочного сахара. Состоит из сушильной камеры 6. Виброколонки для подсушивания продукта 7. Зоны 5 интенсивной сушки. Зоны 4 охлаждения. Продукт загружается питателем 8. Выгружается через выпускное устройство, расположенное в нижней части охладителя. Воздух засасывается вентилятором 2 через фильтр 1 из атмосферы и нагревается в колорифере 3. Молочный сахар питателем подается виброподсушиватель 7. Затем попадает в зону сушки и далее в зону охлаждения. Технические характеристики установки Р3ОСС представлены в таблице на слайде. Сушилка А1КВР может быть использована для сушки не только крупы, но и хлебопекарных дрожжей, казеина и прочих продуктов. Сушилка А1КВР состоит из сушильной камеры двух вентиляционных и колориферных станций 1 и 5, батареи циклонов 6, загрузочного устройства 2, отсасывающего вентилятора и пульта управления. Сушильная камера представляет собой жесткий металлический каркас из стандартного профиля, облицованный тепло- и звукоизоляционными панелями и имеющий двери. В сушильной камере смонтировано 4 металлических короба, расположенных один под другим и попарно укрепленных на вертикальных рамах подвесках, которые кинематически связаны с эксцентриковым виброприводом. Рамы, на которых укреплены сушильные короба, подвешены на пластинчатых рессорах, укрепленных на жесткой раме перекрытия сушильной камеры. Первый и третий короба, считая сверху, связаны одной рамой, второй и четвертый – другой рамой. И колеблются в противофазе, в вертикальной плоскости, с номинальной амплитудой 8 мм и частотой 450 колебаний в секунду. В каждом сушильном коробе жестко закреплено перфорированное решето, под которое подается подогретый воздух для сушки. В воздухопроводящей части короба имеются поворотные щитки, предназначенные для регулировки распределения воздуха под решета. В нижней части сушильной камеры на жесткой раме смонтированы два вибратора с электроприводом. Питатель роторный, барабанный. В загрузочном бункере размещен ворошитель типа «Беличье колесо». Две вентиляционно-колориферные станции стыкуются непосредственно с торцевыми стенками сушильной камеры. В каждой расположены вентиляторы, колориферы и пара конденсатопроводная аппаратура для двух зон сушки. Левая станция обслуживает первую и третью зоны сушки, правая – вторую и четвертую. В сушилке А1КВР-12 улучшены условия эксплуатации колориферов и вентиляторов. Вместо бочков циклоны снабжены сборными бункерами, увеличена жесткость решет. В начале загрузки продукт постепенно накапливается на решете, пока не достигнет уровня, заданного переливным порогом. Дальнейшая подача продукта приводит к перемещению его вдоль решета и пересыпанию через порог на второе решето. И так далее с решета на решето. Таким образом, в установке с виброкипящим слоем движение материала обеспечивается даже на горизонтальном или с небольшим углом наклона решете в результате подпора, подаваемого питателем продукта. Регулируя частоту вращения питателя и высоту порогов, можно изменять производительность и длительность пребывания материала в сушилке. Пересыпаясь через порог четвертого решета, продукт попадает в вибролоток и выводится. Оптимальная высота порогов не должна превышать 100 мм. При необходимости направить подсушенную крупу на плющение, предусмотрена поворотная направляющая заслонка, которая установлена в переходном патрубке сушильного короба первой зоны. Вибролоток для передачи крупы на плющение имеет левое и правое исполнение. После обработки в плющильной машине, крупа подается во вторую зону сушки приемным лотком. Решета сушилки А1КВР-12 имеют большую площадь 12 квадратных метров. Более высок в этих сушилках расход воздуха и пара, но меньше продолжительность сушки 9 минут. Техническая характеристика сушилки представлена в таблице на слайде. Сушилка А1ОГК предназначена для сушки казеина, молочного белка и других аналогичных продуктов. Короба сушилки попарно крепятся между собой при помощи стяжек. Привод осуществляется от электродвигателя, соединенного ременной передачей с промежуточным валом, который при помощи конических передач соединен с двумя эксцентриковыми валами, расположенными перпендикулярно к продольным осям коробов. Эксцентриковые валы снабжены маховиками, установлены в подшипниках и при помощи двух пар эксцентриков, сдвинутых по фазе на 180 градусов, шатунов и пальцев, передают вибрацию парам коробов, соединенных с пластинчатыми и роликовыми направляющими, благодаря чему обеспечивается вертикальная вибрация. В сушилке применена облегченная и более простая конструкция дверей и панелей каркаса. Обслуживающие площадки вынесены наружу, а стенки камеры приближены к стенкам коробов. Шатуны снабжены резинометаллическими шарнирами, что повысило надежность работы соединения. Вибропривод расположен между вторым и третьим коробами, что облегчило санитарную обработку камеры. Сушилка А1ОГК-3 поставляется в виде двух блоков с расположенными внутри коробами, вследствие чего монтаж значительно упрощается. По сравнению с сушилками периодического действия КС-50 с кипящим слоем, почти в три раза сокращен удельный расход электроэнергии и унос мелкой фракции. Технические характеристики сушилки А1ОГК представлены в таблице на слайде. Сушилка А1ФМУ относится к виброкипящим установкам. В ее конструкции использованы инертные материалы. Применяется для сушки меланжа. В сушилке вибрирует только газораспределительная решетка, установленная с небольшим зазором в камере. Конструкция решет позволила снизить массу и повысить надежность работы сушилки. В установке применен простой эксцентриковый одновальный привод с вращающимися противовесами. Сушильная камера теплоизолирована и имеет внутренний диаметр 600 мм. Вибросушилка А1ФМУ состоит из следующих узлов и деталей. Техническая характеристика сушилки представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и технические характеристики сушилок с виброкипящим слоем. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам интересны лекции по технологическому оборудованию пищевых производств. Благодарю вас за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok